Сколько лет? Сколько зим? Сколько не выдались с тобой? Когда последний раз выдались-то? Позавчера? Ху, да ты тогда ничего и не знаешь. А вчера-то Иван с Петровым убили друг друга. Да, до крови. Это сейчас обскажу. Это всё же, значит, получилось как? Петро сидел дома телевизор смотрел. Ага, сидел-сидел, долго смотрел, часа три. Нету ничего. То бывало ряд показывал, а тут и ряда нету. Под ней эти крапины. Ну, а ему уже не интересно крапины смотреть. Он Ивана и позвал. Иван пришёл сразу. Ну, под хмельком, конечно, чё ж он дурак, что ли? Петро-то тоже под хмельком был. Чё ж он дурнее Ивана, что ли? Ну, да пьяные были оба в стельку, господи. И чё ж? Иван было дело по телевизору. Да, заработало. Это чё ж? Иван-ка эту вилку в розетку воткнул, он и заработал. Пошла ряд. СМЕХ Этого голоса нету, а ряд хорошая, крупная идёт. СМЕХ И чё ж? Иван-то первый заметил. И Пётр первый. Они, значит, чё, пока выпивали тряпки здесь. Как только они закусывают, нет-то её ещё. Ну, и чё ж? Иван-то серчал чё-то. Возьмите ударь кулаков по телевизору. А тот возьмите и взорвися. СМЕХ Вот и всё. Вот тут у них драк-то и вышло. И вот как ты считаешь, кто виноват? СМЕХ Я считаю, Петро не виноватый. Ну, он же в телевизорах не понимает ничего. СМЕХ Только с какой страны на него смотреть и всё. СМЕХ А Ванька чё припёрся у него с твоего телевизора с рожа не было? СМЕХ Ремонтёр хренов. Ну что ты всю жизнь такой? Вот чё не знает, за всё хватается. Натура у него такая. Ой. Годов прошло, помню. Взялся он это, у бабы свалёй. Гродный, принимать. СМЕХ Встал с ножом у кровати, ага, пупелину резаться, брат. СМЕХ Ну, твоё это дело, учился ты что ли? Чё ты лежишь, дырак? СМЕХ Ты глаза-то открылые. Господи, мужик у горла с ножом стоит. СМЕХ Ты всё плохо сьёй. Ну, родила тут же. СМЕХ Троих, ага. СМЕХ Ну, а зачем дурак лет с ножом-то? СМЕХ Так бы один получил, че? СМЕХ СМЕХ Пополз по крыше трубу. Правильно смотрит. У соседа Настница загорает. Лопушком прикрылась и лежит. Ну, в тимохе стинг сработал. Пополз по крыше, как змей. СМЕХ А куда ты ползёшь? Ну, пуха не видал, что ли? СМЕХ Полз, полз, а крыша-то кончилась. СМЕХ Это ж тебе не дорога в Москву. СМЕХ Ну, что ты? Полгода потом на баб не глядешь. СМЕХ Там же чё, старуха-то его изладилась внука купать. Кипятку налила целую кореньку. Ушла за холодный. Он припал сверху туда. СМЕХ Ой, голова, руки, слава Богу, ничё. Ноги тоже. Остальное всё в крутую. СМЕХ Так что я считаю, Ванька тоже не виноватый. СМЕХ И Петро не виноватый. И всю жизнь Руси у нас так. Никто не виноватый, а морду у всех битые. Чё-то не помню, чтобы ещё у кого так же. Только у нас чё-то. СМЕХ Американец, ну, грубо говоря, не важно. Ну, американец, скажем, француз и русский попали в плен. СМЕХ Все к смертной казни приговорили. Слушай, да, ага, ага. У американцев спрашивают, ну, значит, наливают перед смертью. Какой вид смертной казни предпочитаете? Он говорит, ну, я... Критский стул. Ну, его садят на этот стул рубильник. Раз, а току нету. СМЕХ СМЕХ А два раза казнить нельзя, да? СМЕХ Ну, говорит, всё, свободен, извини. СМЕХ Он встаёт, идёт мимо нашего и француза и так говорит, Току нету, току нету. СМЕХ СМЕХ Ну и прошёл. Эти, значит, француза наливают, СМЕХ Ну, а ты какой вид, значит, предпочитаешь? Он говорит, электрический стул, если несложно. Он говорит, пожалуйста. Садят на этот стул, рубильник хлоп, току нету. СМЕХ Ну, говорит, извини, два раза нельзя, иди отсюда. СМЕХ Он идёт мимо наших и говорит, току нету, току нету. СМЕХ Ну, к нашему подходят на лилии, хлопнули. СМЕХ Ну, а вы какой вид предпочитаете? СМЕХ СМЕХ Току нету, давай расстрел. СМЕХ СМЕХ А ещё через десять. Который у него на паровозе ездил когда-то в Ташкент. Там жена у него здесь, обстановка домашняя, ну, деревенский домик небольшой. Одним словом, прихожу я в гости. СМЕХ СМЕХ Ого, кто пришёл-то! СМЕХ Здорово, Мишка, здорово! Садись и проходи. Это... Зойка! Зой! Ну, давай нам всё на стол-то! Ну, конечно, чё же. Ну, я люблю, когда Мишка приходит. Он же пустой не придёт. СМЕХ А я тебе, чё же я тебе хотел сказать? Кстати, кстати, кстати. Это... Ага! О! О! МММ. Значит, чё? Ты, значит, я пришёл домой, это дня четыре назад. Так... Телевизор! Чик! Оп! И ты там! Чё попало? Нёс чё-то по телевизору. Хренотень какую-то рассказывал. Чё, смеялись чё-то над тобой. О-о-о! О-о-о! Я тоже как давай ржать помню. О-о-о! Обхохотался с тебя тогда. О-о-о! Стоп-стоп! Стоп! Стоп! Вот так! Это... Я не один хохотал. Точно-точно-точно. Я один со мной был тут этот... Андрюха! Ты же Андрюху помнишь? Ну вот, мы с ним точно пришли с рыбалки. И сразу я телевизор... Чик! Хоп! И там... Ну... Смешно ты хренотень рассказывал там. Мне тут с Андрюхой повалку хохотали. У него ещё и сжога началась. Ну чё же, целый день до жаре такой. Без закуски, без ничего. Разве можно рыбачить? Они мне пришли, и я сразу... Ты-то тут смешно рассказываешь. Я говорю, зонка, давай скорее нам поесть. Чего тут под мишку-то поедим как раз. Она нам прям с пылу, с жару, прям с этой... Ну, с печи прям как поставила отстуды этих дроздов. Натушила нам дроздов с картошки. О-о-о-о! Прям мы как тебя смотрим тут же. И в тарелки даже не брали ничего. Прям оттуда как... Давай! Из её прям... Ну, из её прям, короче, как... Давай везти из этой... Хренотень это это. Зойка! Ты вспомни, в чём ты тушила их дроздов-то этих. Не лезь ты, Мишка! Тебе-то какое дело? Ну чё ты ей такой есть-то? Пришёл и всё. Успокойся тут. Гость, дорогой. Приперся, да. Ну ты чё, совсем что ли? Я не помню, ты не будешь помнить. Мы чё, живём-то зачем-то, да? Всю посуду растащить. Чего Юс-то будем с тобой? А-а-а, ты в телевизоре был тут-то. Ну... Мы в Затон пошли в этот... В Затон. Ты же знаешь, где Затон? Ну! Он и сейчас там-ка. Пришли туда, этот идёт, Игорь на встречу с уточки. Говорит, не клюет ничего. Ну, чё мы будем не водить, если не клюет? Мы вернулись назад. По дороге съели всю наживку-то, выпили нахрен. Пришли у этого изжога. Сели тут, я чих, ты тут в телевизоре. Андрей, вот так же съел. Как ты сейчас сидишь, надо телевизор включить, можешь Андрюха там. Зайка, сквала, что ты лучше вспомни. Я тебе с дома говорю, ты что делаешь со мной? Виска, ты как дурак перед ним. Ты-то не лезь, скажа. Лучше б ты не приходил, гад. Ну, ты чё, совсем что-то пола умер, ну, ты чё? Ага, утятница, хренятница, утятница. Да, для утей утятница, для курей курятница. Для дроздов, дроздятница стали. Мозги-то где у тебя? У меня нет, ещё у тебя не будет. Нахрен ты мне нужна, да? Выборись с дома, и всё. Да что ж какое-то, Зайка? Ты в телевизоре был? Не видел, что ли, с чего мы ели-то? Мы же с её ели, гад! Припёршим здесь, ещё нервы трепет, сидишь. Зайка, у ей вот это место, уже плеч, вот такая она вся! Ну, конечно, в чугунке! Правильно, откуда у нас дроздили? Да, дроздясь не был, дроздов. Перепилов вытушили. Надеялись вот так. Ты ушёл в телевизоре куда-то. Это тускул тут на твоём месте, твою мать. Надо, что ты заглянешь себе мозги. Я говорю, весны заболел, так и маюсь. И заболел ни с чего вдруг. С крыльца упал. Два раза. Ещё первый раз упал. Думаю, не может же быть так, чтобы ничего не случилось. Поднялся опять. Второй-то удачно. Месяц не мог встать. У нас, главное, один с этой крыши упал. И ничего, зелёнкой помазали и пошёл. То ли потому, что он зимой упал, в сугробы были. То ли потому, что крыша от собачьей будки. Вот ему ничего, а мне, видишь, как. А ты говоришь. Судьба. Кому сгореть, тот не утонет. Да чё я про людей. У каждой птицы тост своя судьба. У Женьки Попова петух-то был тоже. Как он пел, как он пел. Вся деревня же с ним просыпалась. Полчетвёртого. Ты ведь знал, что за колют. А пел. Да чё я птицы, птицы. Женька-то сам лучше, что ли. Сколько раз его откачивали. Тонул-то он всё. Ну, плавать не умеет, а из воды не выгонишь. И лежит всё где глубже, дурак. В этот раз они с этим, с Шурином ехали. На мотоцикле. На Женька-то. Ну, едут мимо речки-то. А тот, давай искупаемся. Женька, давай. Залез по макушку, тонуть стал. Дышать-то неудобно. Еле вытащит. А он уж синий ведь. Тот его в люльку, значит, да в больницу повёз, чтоб засвидетельствовали. А водит-то плохо. Вот как Женька плавает, так этот водит. И в столб со всего маху башкой как даст. Из Женьки вода, как из кита, мигом. Сидит у столба, смеётся. Смотрит, Шурин рядом сидит. Не смеётся чё-то. Он его в люльку да назад. В больницу Шурин не в ту сторону поехал. Господи, да к реке спускаться. Женька, тормозить. А тормоза-то все на столбе остались. Опять они в речку. Женька опять тонуть. Шурин тащить. Ай, да хорошо, девчушка шла какая-то с лесу-то. За ягодой ходила, с грибами шла. Ну, взрослых позвала. А так бы они катались, пока все столбы не пересчитали. Ой, да ещё пересчитают. От судьбы-то не уйдёшь. Ой, всё, молитвый путь. Господи. Всё и всё про людей. А у животных всё то же самое у этих, у клюевых, у мишков-то. Их же два клюевых у нас. И оба мишки, у них было по бычку. Прям одинаковые они. Вот не отличишь никак. Близняшки ли что ли. Ага. И звали их одинаково как-то. Маркс и Энгельс. И вот чё тоже зимой, когда... Ой, Господи. Зимой, когда торговля пошла, этот племянник Мишка стоит, торгует на рынке-то. Подходят к ему, значит, ребята. Чёренький, он сказал, не нашей национальности. Говорят, не по-нашему. На мишку не смотрят. Мясо не берут. И вдруг ни с того ни с сего. Гони сто тысяч. Ох, это за спасибо живёшь. А у него как раз в руках нога бычачья была. Как он, да сь в лоб одного копытом-то? Тот и свои отбросил. Ну, ничего, оправдали тогда Мишку. Денег много привёз. Ага. Тогда дядя встал, где племянник говорил. Торгует, торгует, подходят двое. Чёрные, это негры. Говорят, не по-нашему, мясо не берут, он ждать не стал. Взял ногу бычачью в лоб одного и другого. Пять лет дали. Вот и скажи, одинаковые бычки, а продали по-разному. Судьба. Ой, это у нас этот тоже. Колька Трофимов, как он не хотел жениться. Эта цыганка нагадала ему, говорит, от жены помрёшь. А природа-то требует. Ну, что ты, бывало, к ночи-то ближе. Жена его, Галька, всё в окошко-то всё. Коля! Коля! А он затаится, не идёт. Жить очень хотел. А на нервах же всё. Галька дёргаться стала, и прям целую тарелку щейгольный капиток. Прямо ему на то место, через которое смерть должна прийти. Ампутировали-то удачно тогда. Казалось бы, живи, да радуйся. Бояться же нечего. Нет, он загрустил и зачат. И вот знал тоже, а ничего сделать не смог. Судьба. Ой, лечат они тоже. Вчера сейчас два пришлись, докторы-то тоже. Ни капли, говорит, нельзя, а то каюк тебе. А у нас капли мы не пили никогда. С токанами всё. Лечат они. Вот так они и лечат. Судьба. Это вода, да? То есть нальёте ещё. Мне эти не нальевут. Ну, я в хорошем. Я маленький фрагмент расскажу из того, что делаю сейчас. А я такой, я в купайке, потому что я в ней в кино снимался, и вообще мне удобно так. Один мужик собрался на рыбалку часов шесть утра, встал пораньше, собирается на мотоцикле, в таком без люльки, ну, восход такой. А жена его, видимо, уважает за чё-то. Поэтому она о нём позаботилась и фуфайку одела вот так, наоборот. Задомо, наперёд. Так одела, чтоб грудь не дула. Ну и на спине застегнулась. Поехал наш на рыбалку. А там мостик небольшой, речка, она не широкая, но, в общем, достаточно глубокая. И мостик он такой небольшой, не широкий. Ну, наш едет с целью перемахнуть по мосту. И только, вроде бы, на него въезжать, как навстречу два дружка, едут на тракторе Беларуси. Тёмно муляется, тёмно муляется. Но они не ложились сейчас. Ну и наш, естественно, смандражировал и не попал в мост. И мимо, значит, это в речку. В речку падает, а мужики-то видят, что дело такое сложное. Бросают этот трактор. Ну и первая медицинская помощь, так сказать, так называемая. Они бегут к воде, а наш гребёт к берегу. Как можно. Ему же неудобно здесь всё. Каска, каска старая, старая каска такая, знаете. Она так, и два ремешочка её хоть так, хоть так, оденем. Наш гребёт, да. Эти двое, они же не ложились. Подбегают, значит, берут его за плечи, подтаскивают на песок, так смотрят. А потом, чё вдруг он на спине-то плыл. Пуговицы здесь, а лицо-то там. Ну и один, говорит, наверное, башку свернул. Давай, говорит, поправим. И вот они в четыре руки вдвоём, два здоровых дурака. А у того уже всё. И дышать не может. Второй смететил, говорит, что-то он не дышит. Наверное, воды нахлебался много. Давай, говорит, его животом об колено постучил. Сставляешь, вот той стороной, где пуговицы. Они его раз на три шваркнули, значит. И в больнице только вот всё выяснилось, что два повреждения-то было. Голову немножко свернули и позвоночник нарушили. А так всё нормально. Такая первая медицинская, значит, помощь. Спасибо. Пры он не так давно записал на диск. Говорят. Такой друган. Ржёк. Вообще сжёк без друга. Сказал бы, неудобно. Верни долг, верни долг. Отдай деньги назад. Манера. Никакого терпения. На неделе занял, он же прям весь извёлся. За полгода. Не спит, по-моему, давно, да? Верни долг и всё, да что ты. А тут я дома сидел, что-то расслабился, сижу так. Выпиваю. Звонок в дверь. Я в глазок. Колянь. Ну, за деньгами пришёл, зачем ещё? Я своей говорю, знаешь что, ты скажи, Колян, что я помер. Сам оделся, как следовало. И лёг. Чёп, пиджак, галстук, как положено. Рубаху забыл. Открывает моя. И сразу с порога, ну, я молодец. Зинка, что ты? Сразу с порога, говорит, на что же не хочет, чтобы я деньги отдавал. Говорит, а мой передал тебе, что он помер. Тут, как, я его утром сегодня в магазине еле тёплого видал. Говорит, вот. Утром было что тёплым. К обеду заиндевел. Я и мыть его не стал, говорит. Уши чистые, а так не видать ничего. А этот, дай посмотрю. Колянка. Ему же страшно стало, что деньги не вернул. Ломится в комнату, берёт стул и сел рядом, сволочь. Козел. Телевизор загородил. На там футбол наши с немцами играют. У меня же, думаю, вот хоть деньги отдавай, честное слово. Так обидно стало. Я прям глаз задёргался. Прямо, что ты дёргаешься, и ты дёргаешься. А он заметил, коля-то. Сразу, говорит. А что это у него глаз-то дёргается? Ну, моя вообще молодец, курица. Говорит, ну, ты что, у него прям перед смертью этот... Тик случился. Ну, прям съём и лёг. А он, блин, нагнулся ещё чуть-чуть, говорит. А что же это его перегаром-то пахнет? Моя, говорит. Это душа от его отлетает. А что же, говорит, тогда у всех покойников морды белые, у этого красная такая. Ну, моя перепёлка, говорит. Ты же его сам, скотина, красное вино научил пить. А так он до тебе был белый, пушистый у меня. Мне аж понравилась молодец, думаю, курица. Тогда, колян, как в слезу впадёт, моя тоже. Коля плащет, да прочитай, прям выть начал. Эта кричит, да на кого ты меня. Эта кричит, да на кого ты нас. Зинка, я сам талию изшит уёй. Мне, представляешь, у курицы талия. Вот эта понимает, что я не до конца помер. Отскочил от него. А этот прям захлёб, да как завыл. Да на кого ты нас. Да кто ж там тебе, кроме меня, денег так надолго займёт. И слёзы, представляешь, с этой мордой на моё лицо. Текут и текут. Да, я что, попробовал так. Сладкий. Я всю жизнь креплённо пьёт, всё же. И муха тут, наколен нехтар, клюнула. На нос мне сел, он говорит, ну я же не могу терпеть. Ты взял рукой, смахнул. Ну рукавом заодно и пот прибрал. Этот заметил, говорит, ты глянь. Рукой машет. А я, говорит, это он меня к себе зовёт. И тут, слышь, это, как трибуны в телевизоре заорали. Ну гол, видать, конечно. Я же шею вытянул, это... Ну интересно же. А там скандируют. Ма-ля-си. Ма-ля-си. Ну с акцентом страшно. Ну нашим забили, выглядели. Я шею это вытянул, вот опять заметил. Говорит, а что это он шею вытягивает? Ну моя молодец. Она говорит, да так, как наши играют. Путные мужики в гробу переворачиваются. И мне так обидно стало, что она меня не за путного держит. Думаю, дай-ка я хоть наполовину путным побуду. И повернулся, набок так. Руку под голову положил. Колян совсем у него шары на лоб полезли. Он говорит, я много чего видел. Но что покойник набок переворачивался. И что, говорит, такого не видал. Ну моя это просто... Она говорит, слушай ты, Колян. Ты в теплотрассе сегодня ночевал? От тебя тепло идет. А с окна прохлада. Вот его и хорежит. Ну, Коля расстроился, дал ей 3 рубля на похороны. Она на кухню деньги прятает. Я лежу ни жив, ни мертв. Этот подходит, нагнулся. И давай проверять, живой я все-таки, Алиня. Что он только не выделывал, сволочь. Ну я все вытерпел. И вот тут этот Садюга, тварь, Нагнулся и говорит, выпить хочешь? Да я забыл на мгновение, что я мертвый. Хочу, говорю. Говорит, а, я тебя поймал. Гони, говорит, рубль. Представляешь, из-за рубля полгода мне мозги. Представляешь, жадина. Жадность. Я говорю, знаешь, что, Колян, вот если б ты помер, я б тебе 10 рублей бы не пожалел на похороны. С удовольствием. А ты мне трешку дал. И еще тот рубль. Четыре. Значит, ты мне еще 6 рублей должен, сволочь. Я море не вздыхаю, скромно, как и все. Я на речке отдыхаю в средней полосе. Просыпаюсь утром, рано я на берегу. Правда, в речке не купаюсь. Но шкуру берегу. И напрасно тратить нервы мне не понутру. Я сюда с собой, скажем, шервы рыбные беру. Может, рыбу употребляет тот, кто очень смел. А я вам честно заявляю, ну, я уху не ел. Передохло в речке, рыба, сохнут камыши. Но кому сказать спасибо от всей души? Может, ходит где-то близко, я его зову. Приходи сюда, редиска. Я тебе пасть порву. Да не Бог, конечно, послал, Господи. Бог бы сродни послал-то. Козел и все. Его послушать так. У меня, говорит, знаешь, что, говорит? А у меня дома оденник, а не сколько бочек. Рокфеллер, блин. Конечно. Тот в банке хранит, а это в бочках. Галька, говорит, баба, крикнет, бывало, самое. А дай оденник. Я говорю, а возьми обводчики. Ну, кто не знает, ты, конечно, сразу интересуется, спрашивает, говорит, откуда столько денег. Ну и все. Вы его только спроси, его понесло сразу. Козел. Ну, говорит, а тут, говорит, я в огороде, а весной окопался. А лопаток вдруг, говорит, обдинь, обчета. Вытащил, говорит, древний сундук. А с золотым. У нас, говорит, Александр Македонский заблудил в штуке. Ну, конечно. Не, он не все врет-то, конечно, не все. Он просто себя с македонским путает маленько и все. Его послушают, так что ты? Леха, самый львиный нюх. Могучая рука. Могучий помет он от желтой курицы. На охоту пошел. Вот скотина врет, говорит. Пошел, а на охоту заночевать пришлось, а костер развел, говорит, а сижу, послышу сзади, хрусь, ветка. Оборачиваюсь, матушке, батюшке, говорит, снежный человек. Ага, четыре метра росту. Самка. Ну, конечно, самца почуяла, пришла. Господи, скотина. Врет и врет. Он за грибами-то пошел. Ой, не могу. Три дня в своей деревне искали. На четвертый день-то уже у всех надежда появилась, что не найдем. Фиг там. И один дурак наткнулся на его. А он пижаком зацепился за сучоками. Три дня голодом просидел там. С одними грибами. Ну, с одним, в смысле. С мухомаром. Он же у нас запасливый, Леха. Ну, конечно. У него, это, две, две калитки в заборе сделано. Два туалета в огороде. Гроб уже себе сделал. Один что-то. Не знаю, что один. У него могила даже своя есть. Ага. Я был на ней. Ага. Алексей Петрович Калабродов. Слышь. 1964-й, 2075-й год. Ну, не скотина, блин. Чего ж, я дурак, что ли? Его земля столько не сможет носить на себе. Он один раз осекся, слышишь. Один раз, знаешь. Ну, мужики заспорили прием. Ну, он стоит, а они спорят, говорит. Один говорит, ну, кто больше выпьет, в смысле. Наш в бане или негр в Африке. Стоят, спорят. А этот, ну, его всегда, все время несет. И он вдруг встревает и слышит, говорит. А я когда негром был, ну, вообще обнаглел. А потом-то чует, что они в те ворота-то уже. Ну, он говорит, а я им недолго был. Он хитрый скотина. Но он же с детства такой, знаешь, хуй-хуй. Его же когда крестить принесли, когда родился, он же родился через три месяца после свадьбы. Ага. Снегка что-то тогда выпал, помню. В июне-то. И крестить понесли-то, когда их два раза уронили. Ну, склизка из детства, скотина. Его ничего не берет, главное. Эти пчелы, слышь, дикие. Угу. Два роя налетели на Леху, слышь. Диких уже достал, скотина. Ну и чё? Налетели, подохли все тут же. Они откуда знали, что это Лёха? Цельный, прочитаю. Вот такая штучка. Вопрос, как здоровье. О, да ты, Мишка, смеёйся надо мной. Да какое же оно нахрен теперь здоровье? Оно теперь, Миша, такое здоровье, что дыши-не дыши, один хрен на живого не похожий. Я ведь, Миша, знаешь, каких годов-то? Хо-о-о. Наклонись, чё скажу-то. Старый я. А мамонта, как тебя видал. Ну чё ж я врать-то буду, ты интересный. Хо-о-о. Я же из дудки не стреляю, кошку не запрягаю. Против ветру не вру. Говорю мамонта, значит мамонта. Настоящего, с рогами. Ну, а кто сказал, что на лбу? Конечно, во рту. Бивни, ну, полный рот, Миша. Вдрия, да. Все коренные. Эти мамонты раньше обычно дело было. В старые-то времена. И хоть тут раньше такими кучами рыскала. Хо-о, хрен сошиташ. Да и шитать-то не умели тогда. Дикие же были все. Эти практикантропы. Не умели шитать. Разве только до двух, когда охотились. Два раза ему в башню дубиной ты хряснешь. И всё готовый. Только шупальцы по земле бьют. Ну, эти хоботы, в смысле. Только сиди, да пельмени с его лепи. Ох, и здоровые с его пельмени получались, а. Что ты, да вкусный. Бывало, так вот с охоты придёшь, в пещеру постучись, а мамонты им в окошку покажешь. Ох, уж они и рады так. Целый месяц потом жарят, парят, пируют, дрищат. Вот ты, что ты. Благодать. Благодать. Паукались, а. Ка бы вы тогда сверх плану-то не рожали, скорой помощи-то ведь не ездили. Всё же сами, Миша, всё сами. Одна рожат, друга складывают. Пацаны направо, девки налево. С утра ушёл на охоту, вернулся, а там на каждую титьку уже по пятеро. Ребёнков детских. Да дров вышел наколоть, вернулся ещё четыре. Одни пешат, другие прыгают, третий курить начали. Как? Чё говоришь? Да ты мне в ту уху говори, которая больше. Да не слышат они одинаково, понимают по-разному. Это я ухо об лёд приморозил. О-о-о, да почему пьяный-то сразу? Трезвый. Кто ж тебе зимой на рыбалке пить-то будет? Это ж дело серьёзное, рыбу ловить динамитом. Ну, перед рыбалкой, конечно, выпили. Так мы ж тогда не знали, что рыбачить-то будем. Просто костерок развели погреться на льду из ящиков. Это вот, с одной стороны, Серёга-то первый прочитал на ящик и надпись-то эту. Первый убежал. Там же только с одной стороны написано. Мы не побёгли, чё, думаем он бежит. А вон хрень такая, сам-то убёг, нам крикнул, ложись! Мы и лёгли, и тут-то уже я прочитал. Кто играет с динамитом, тот домой придёт убитым. Ага. Да полно! Да ты чё, там в этих ящиках его больше, чем лёду в речке. Как оно, Мишечка-то мой, шваркнуло! Ох, как оно охренануло! Как меня вверх кармашками-то подбросило! Аж всего исплюшило! Аж чуть форму с содержанием не заморал! Сосверху наземь обеими полушариями-то, как свистанулся! Ой, матерь божья, на кого похожий я! Губы рваны, нос толчёный, брюки асьмин промочённые! Ножки гнуты, жопки пнуты, крылья валеньки обуты! На дворе трава, на траве дрова, на травях бродами драны, а братва! О-о-о, чё? Да громче говори! У меня и тут в ухе, это, господи, как её? Да ну, пуля в ухе застряла! С войны, шо? О, как же! О, конечно! Ты ты шо, он какой был, когда я уже с финнами воевал! Во Вьетнаме! Да, да у меня медалей знаешь сколько? Вот если все в раз одену, земля не держит! Только на лыжах! Мне ещё этот-то, кто он, господи? Суворов-то, Михаил Кутузыч! Федерализмус-то! Говорит, откуда у вас, товарищ старший гусар, столько медалей? Всем же поровну начисляли! Ага, ведь мы же с ним, с этим тут и с кем? С Бутёновым! Мы же на одной тачанке за пять лет четыре войны прошли, да? Ага, две вот с немцами, одна с финнами, одна с канадцами на выезде. Ху, да бывало всей дружиной на лёд-то как выйдем, да как на их только глянем, только они с острыху и провалятся под лёд вместе с клюшками. Я им ещё тогда говорил, вот, говорю, кто из вас первый к нам с мячом придёт, с кожаным, тому по шайбе. Ух, меня ихные вратари боялись, да ты знаешь как, о-о-о, я же не бритый играл, в немецкой каске, поддатый. Боялись они меня, Миша, помню, как-то раз пять голов забил, ну, то есть всё ихные поголовья, как он на лёд вышло. У кого? Как? Миша, ну ты с той стороны зайди, что ли, у меня в той ухе ваты меньше. Ну как, зачем, ты же окна на зиму затыкашь ватой-то. Ну, а я окна и ухи. Чтоб ни в те, ни в другие не дуло. Чтоб в топливую простуду ни туда, ни оттуда. Ох, да ладно. Пойду, закалякался тут с тобой. С болтуном. Пора мне. У меня же она в стайке не кормлена стоит. Старуха-то моя. Ась, да дверь, понимаешь, заклинила, никак вылезти не могёт. Я возле Серёгы пошёл кузнецом. А ты меня тут заболтал посеред тело. Артист хренов. Прям хоть прятайся от тебя. Всё б тебе у людей время, ты мать. Всё, шутки. Ты сам-то соображаешь, что в телевизоре городишь тоже. Иногда прям такую охренение унесёшь, мухи крошками давится. Ну всё, счастливо тебе. Пойду ослабоню её. Давай, счастливо. Стой. А то, может, пока она в запертях, сегодня порадуемся. У меня есть литра три на кедровых орехах. Правда, с мышиным пополам. Не будешь? Да ну и правильно. Не каждый же день нам с тобой с кольца падать. Как мы падали? Ах, с кем же мы упали? А, ну ладно. Прощавай-то, да. Пойду, сейчас Серёгу приведу. Он здоровый, откроет. Ему-то раз плюнуть. Договорю, тебе сами справимся. Ишь, стучит-то тихо уже. Просто так уже, из чувству ритму. Ладно, пока. Доброго здоровья тебе. Чтоб оно там тебе успехов. Чтоб популярность этой карьеры положительна была. В смысле денег. Но будешь и год ждём тебя. Или прям сейчас пошли, а? Торопишься? Ну, ну, иди, иди. Говорун. Давай, ага. Слышь, чё, Миш, я ей сейчас скажу, что тебя отстрелил. Луха ж, она рада будет. Ей же там ещё долго сидеть. Пока Серёгу найду. Ну, успех у тебя. Как и шо будешь, зайди. Ведь мы ж тебе, это, чё же, сказать-то, как неловко. Мы ж тебе, Миша, ты уж там про нас не думай, чё. Один из монологов, который был у меня в репертуаре, в нём действительно отражается тема дружбы. Но она, естественно, по-своему, так, с юмором. И это деревенская тема. Прощание называется. Анатолий Трушкин писал. И вот такой, значит, мужик стоит, курит. Я, правда, бросил давно. Ну, стык, курит. Тимофей помирает. Всё, каюк. Одной ногой в гробу уже. Слава Богу. Испужался, что в ад попадёт. Виниться давай перед всеми. У жены прощения просил, сказал, где деньги спрятанные лежат. Дурак. Беда же одна не ходит, ему лучше стало. До буфета стал доходить, где деньги прятал. А их уж там нету. Сын опять плохо. Ещё хуже, чем было. Ну, ничего. Врач сказал, долго не протянет. Врач-то хороший мужик, я его давно знаю. Зря не скажет. День-два, говорит, не больше. Часов на шесть ошибётся, а так, верно. Ой, да чё не вспомнишь. Тоже. Нюрка пришла, его жена-то. Ага, говорит, иди. Николай Тимофеев зовёт, попрощаться хочет. Прощение попросить. А я не пойду. Всю жизнь мне гадил. А ты, ты, иди, прости его сразу. Так бы все. Нагадил сколько хочешь потом. Прости меня. Ещё что ли? Нюрка моя, жена моя первая, ну, которая приходила. Она же к нему-то от меня же ушла. Через девять месяцев родила. Он всё бегал, наслыл, загорал. Ванька больно белявая, нет тебя ли. А мы с ней три года прожили никого. Ни чёрненьких, ни беленьких. А всё, я тебе мне давай рожать каждый год. Разве такое прощают? Сволочь. О, а Тоньку мою знаешь же? Ну, гранцавица была первая раньше. Что? Сейчас на чёрта похожая. Она же ко мне-то от него пришла. Четыре года с ним пустая ходила. Нерасписанная. А со мной вы с ней прям как снайперы, без зазора. Ага. Прям каждый год. Либо парень, либо девка, либо девка, либо парень. А-а-а, никого другого не было. И у этих как с конвейера шипятся. Давай, говорит, ты кого больше, Тимофей-то? Перегонки устроил, гад. Ну, чё, кинулся? У них восемь, у нас семь. А их же всех кормить надо. А где столько корма взять? Сволочь. Ой, чё, не вспомнишь, грех сплошной. Пошли с ним за яблоками, помню, в сад. Да в наш колхозный. Пошли, ага. За грушевкой, господи. Свои, правда, хорошие в тем году яблоки были. У-у-у, крупнее колхозных-то. Конечно. Ветки ломались у его и у меня. Свиньям жалко-жалко. Самим всё равно же не съесть. Ну, пошли за колхозными. Набрали по мешку-то. Идём с ним назад. Я говорю, ты подними его повыше на плечо. Он же тебе промеж ног болтается. Идти же мешает. Нет, всё по-своему идёт. Суть с ним и трещит. Ну, и обнаружили его. Стрелять стали. Свою, крупной. В яблоки попали. И я мол, а мне... Месяц жил как часовой. Стоя всё. Солёного до сих пор ничего есть не могу. Потому что на рожь нашёл сучьими трещан. Сутёнок. Ой, на рыбалку пошли, помню. Ребятёшков по четыре было, однако, у каждого. Ну, наполовину силой были. Пошли на рыбалку здесь. Да вот это, в наш, Господи, в этот заповедник-то. Ну, забросли сети, полмешка рыбы. Ещё раз, мешок считай. А ну, Бог, троицу, говорит, любим. Сейчас самов возьмём. Забросили. Есть! Инспектора с собаками. Он кричит, Кольша, бросай, всё, бежим. А чё, бросай, его только мешки, чеки-то мои. Бросай. И стал в одиночку вытягивать-то. И запутался, и упал с лодки, тонуть стал. Ой. Двадцать лет будет нонечко, как утонул. Инспектора откачали, спасибо им.